Сегодня в полночь сломавшаяся железная деталь небольших размеров оставила без холодной воды целый район города Эльмаш. Около 70 тысяч человек проснулись утром, а вода из крана с холодной водой не течет. Зато центральная магистраль, которая связывает Уралмаш с центром, была затоплена. В полночь, когда большинство спало сном праведников, с наступлением нового дня на Эльмашевские края пала беда. Прорвала задвижку на магистрале горводопровода, запирающей устройство трубы, по которой течет холодная вода. Эпицентр рядом с городской насосной станцией номер 3. Это на Эльмаш и на улице Турбинной за номером 9. Лопнутая задвижка регулировала подачу воды на Эльмаш. Аварийная магистраль была питающей этот район города водой. Диаметром 800 миллиметров, самый большой размер из возможных. И давление воды немаленькое, 1200 миллиметров. Хозяин аварийной трубы горводопровода, иначе говоря, уважаемое муниципальное предприятие водоканал, чья авария тому и ликвидировать. По замечанию начальника управления муниципальной собственности Орджоникидзовского района Александра Погончика, водоканал сработал оперативно. Мгновенно прибыла аварийная бригада. Впрочем, ситуацию это не исправило. Так как расход воды очень большой, мгновенно затопило распределительную камеру, где сосредоточены устройства, кои должны отсекать отдельные участки. Так вот, эту камеру, где вентили и задвижки, чтобы воду перекрывать, затопило. Вода все прибывала. В подкрепление откачивать воду выезжали машины пожарной охраны, автонасосы. К рабочему утру последствия аварии ликвидировать еще не сумели. Наводнение постигло Уралмаш. С утра подкрепление по ликвидации последствий выдвинуло управление благоустройства города и силы дорожно-эксплуатационного участка Орджоникидзовского района. Работали бульдозеры, грейдер, экскаваторы, тракторы. Четыре единицы техники управления благоустройства и пятая из района. Плюс аварийная бригада водоканала. Насосная станция – стратегический объект, потому тщательно расписаны схемы ликвидации любой неурядицы. Силы водоканала с военной четкостью выступили на борьбу с водяной напастью. Наихудшая из представимых ситуаций – авария на бесхозной магистрале. И есть и такие немало. Предприятие ликвидируется, закрывается, не работает, а коммунхозовское хозяйство лишается наблюдающего ока. К 9 утра, кроме дорожных и коммунхозовских служб, в борьбу выступили силы ГАИ. Проспект Космонавтов – единственная транспортная магистраль, которая связывает Уралмаш и центр города. Те, кто перемещается по улице учителей, можно участвовать в Формуле-1 легко. Наводнение, пусть даже локальное, при минусовой температуре, и проспект Космонавтов превратился в каток. Экипажи ДПС ГАИ направляли поток машин в объезд по Кислородной и Маяковского. Пользуйтесь метро этим быстрым, надежным и экологичным видом транспорта. Водоканал в помощи восстановления и задвижки не нуждался. Коммунхозовские службы работали по разгонке воды, сгребая мяшу, смесь воды и снега. К 11 утра проспект Космонавтов вычистили, машины пошли. Причину отказа задвижки в столь неподходящее время суток определит комиссия. Износ этой задвижки небольшой. Срок эксплуатации не выработан. Грешат либо на резкий скачок давления воды в системе, либо на перепад температур. Может быть реакция на изменение температуры воды на водозаборных устройствах. Потеплело, расход увеличился. Специалисты определяют, вообще же, чем больше аварий, тем больше опыт приобретают ремонтные службы. А за опыт ничего не жалко.